Александра Тимофеевна, инвалид второй группы, практически не выходит из дома. Свежий воздух и солнечный свет давно не проникал в квартиру пожилой женщины. Здесь постоянно включены светильники. Всему виной деревья. Весной мы задыхаемся от пуху, у всех аллергия. Страшно, как в дремучем лесу живем. А потом стали такие листва большие, что темень днем с огнем. Свет вообще не пробивает, солнышко не пробивает, матрасы, одеяло, все сырое. Зимой я не болею с бронхитом, а летом, каждое лето я лежу или в больнице, или лежу дома с бронхитом. Последний раз деревья подпиливали лет пять назад, когда они еще не были огорожены высоким забором. Но и тогда пенсионерка обращалась во все инстанции, писала официальные письма и в департамент ЖКХ, и в управляющую компанию. По словам Александра Тимофеевны, пять лет назад обратить внимание соответствующих служб на проблему было проще. Сейчас часто приходится общаться с автоответчиком, где оставленная заявка может остаться незамеченной. Впрочем, как мы выяснили сегодня, о проблеме жителей дома Поленина 140 коммунальщики знают. И даже пытаются исправить ситуацию. Те деревья, которые остались за домом, они растут на территории бывшего детского сада. В эту организацию, то есть у нас есть программа колл-центр, где регистрируются все заявки. Эти заявки были закрыты, то что они не имеют к нам никакого отношения. Оказывается, злополучные деревья растут на территории учебного центра. В его адрес было отправлено письмо. Дескать, по правилам благоустройства деревья нужно спилить. Письмо компания получила. Пока реакции никакой. По словам Ирины Барановой, если учебный центр никак не отреагирует на замечания, то в ближайшее время управляющая компания пожалуется в государственную жилищную инспекцию. А пока Александре Тимофеевне придется жить в темноте и сырости.